Здравствуйте! Меня зовут Баринов Юрий. Я из России. Я эксперт УЭДЖИ на батуте и вольных упражнениях. В гимнастике существует два направления движения при прыжках на ковре. Это вперед и назад. Мы начинаем свою информацию с движения вперед. Мы будем говорить о передачах передачах. Поскольку человек в природе ходит лицом вперед, ему легче было понять, как и что делать, по направлению движения. Обычно человечество ходит вперед, поэтому, естественно, чтобы понять, что вольные направления легче, чем вверх. Поэтому самые первые акробатические упражнения были простые колеса с прыжка. Обычная направленность – катвел. Желательно, чтобы вольтсет выполнялся лицом вперед, не боком, а как на переворот. Таким образом, когда вы делаете скей-степ для катвел или форан-дроф, вы должны держать ноги вверх. Вы должны держать ноги вверх. Не трогать вверх. Таким образом, это очень важно. Движение вверх. Важно понимать, что мы должны отталкиваться от жесткой опоры жесткими руками. Таким образом, когда вы делаете скей-степ для катвел, вы должны быть сильными, крепкими руками, вы должны отталкивать вверх, вы должны отталкивать вверх. И это движение от себя, оно является потом нашим самым вспомогательным движением при опорном прыжке и при выполнении всех прыжков на акробате. Для этого мы можем использовать эту акцию, чтобы делать вольт, вверх, вверх, вверх или вверх. И это движение. Более трудным упражнением, Данила, фляг вперед. Два прыжка, фляг вперед. Переворот вперед с двух ног. Это флай-спринг. Как я уже говорил, этот элемент является одним из основополагающих в гимнастике, поскольку он учит держать правильно при окончании плечи сзади. Итак, флай-спринг – это основа для флай-спринг, это помогает контролировать ноги, когда к конкурсируется к конкурсу. Таким образом, ноги должны быть открыты, ноги вместе. Он пытается сделать два или три в раме. Два или три в раме, если возможно. Да, два. Попробуем все. Попробуй всех, которые мы говорим. Показателем владения технического исполнения фляга вперед является умение повторять его в три-четыре раза. Для этого теста, если гимнастик способен делать флай-спринг, он должен быть способен делать три в раме, а минимум два в раме. Если нет, это значит, что он еще не готов. Он еще не готов. Таким образом, флай-спринг – флай-спринг – флай-спринг. Если вы видели, первый гимнастик, второй флай-спринг – использует бен-тамп. Это сделает сложность для него создать флай-спринг после этого. Таким образом, он пытается сделать длиннее комбинацию. показателем готовности гимнаста пройти дальнейшее обучение является его умение отталкиваться. Вот эти результаты. два гимнастика очень хорошего движения на флай-спринг. Этот флай-спринг – очень счастлив. Он сказал, что это возможно, научить что-то еще. Ханс Пинк говорит о том, что сальто. Вот это первый шаг на пути овладения сальтоми вперед. Первая комбинация – это был самый сложный элемент в гимнастике. «Переворот сальто, прыжок – переворот сальто». «Переворот сальто, прыжок – переворот сальто». «Особенность – встречать прямыми ногами. Вот это вот. После сальто встречать прямыми ногами». Если вы видите, он имеет очень сильные ноги. Он пускает прямыми ногами. Это очень важно. Он довольно мягкий, да? Окей. «Да». «Также на тренировках полезно выполнять всевозможные комбинации. Они составляются произвольно, и не составляют большого труда их выполнить». «Переворот на одну, на две». «Может, по своему скажу, пусть бы не было». «Переворот на одну, на две, допустим, фляк сальто». «Особенность – путешествует вводим г. Дом, на одну, на два, да?» « party. Отправить г. и в патри, А потом, Исправь в quando. Да? «Переворот на одну, на две» «Переворот». Хорошо. «Но слову, сальто прохожение...» «Переворот на одну, на две» 1-2, флай спринг. Для улучшения техники флай спринга Это очень полезно, когда вы делаете ноги, как вы видите в примере. Это может начать руками сверху. Два разных способа делать сальто. Вы можете использовать руки с сальто на сальто, или вы можете использовать руки с сальто на сальто. Это не имеет значения. Однако на переходах всегда, как показывает практика, в момент перехода с сальто на сальто, руки должны находиться на уровне плеч или выше. Так что рекомендация, когда вы делаете связь с сальто, после первого сальто, лучше, чтобы вы держите руки на обе плечи, вы готовы делать ноги в следующий сальто, в следующий сальто на同じ позиции. И вы можете продолжать ток-фронт, 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 как раз вы можете. С разбега три сальто по две. Три или четыре раза сальто, если вы можете. Спасибо. То есть сама жизнь заставляет выводить руки вверх. Практически, если вы делаете простую комбинацию, вы держите руки на обе плечи. Некоторые гимнасты используют более сложные комбинации. Они используют руки в плохой позиции и делают себя гораздо сложнее, чтобы достигнуть ток-фронт. Да? Три сальто подряд сальто. Теперь мы в пайк позиции. Три сальто. Три сальто. Уже вы заметили руки были ниже. Окей, если вы видите первый гимнаст, то сразу его руки стали низко и низко, за следующий сальто. И вы можете увидеть результаты не так хорошо. Таким образом, второй гимнаст, каждое положение почти перефектно, и вы можете видеть разные перформансы. Если гимнаст выполняет подобное задание на одной скорости, на одном уровне, с продолжением 5-6 сальто, значит, он чувствует это жесткость опоры, обталкивание положения. Таким образом, если гимнаст может сделать 5-6 сальто в целом, без изменения уровня, то гимнаст готовит 100% для даже большей связи. Если спортсмен ставит руки под мат и приземление на первую половину мата, значит, у него хорошее отталкивание и траектория двигателя. Если гимнаст поставил руки близко к крашмату и на первой половине крашмат очень короткой, я имею в виду его направление для взрыва. Чтобы сделать 7-7-7-7, это очень полезно использовать блоки. Максимально короткого разговора. Если возможно, чтобы держать свою руку как быстро, как возможно. Пайк. Пайк он не понимает. Пайк с мусальт. Пайк с мусальт. Да. Согнувшись, пробуем. Пайк! Продолжение следует... Если вы не заметили, в момент отталкивания одни гимнасты смотрят вниз. Другие вперед. Третий вверх. Самое правильное, это направление взгляда. Если смотри на верх, то делай оно-жеdt Если смотри вниз, то ряд будет подкакт Если Conf closing Все Пристрелись, в ланж вперед, сальто на мат. От раунда, сальто на мат. Надо выбрать первое сальто. Это дает выполнить большой объем подготовительных упражнений с гораздо меньшей нагрузкой на мат. Фаст-трак – это очень уникальный оперативник для гимнастов, особенно потому, что вы можете делать больше упражнений, без уничтожения вашего тела. Это очень хорошо для практики. Сальто на мат. 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 Все дети от Национального трансляции и сальто на мат. Сальто на мирового центра. Сальто на мировом центре на слайде. Это на самом главное, что это основание по рейсам. Вставлять линейку в середине, в конце и доводить по транслянию. Эта прогрессия限限рительная. Чайпок, пожалуйста, 3.5. Все согласно. В последний раз. Что вы делаете, тело должно быть напряженным. Это трудно. Когда мы говорим о позициях, 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 позициях. Это легко сказать. Это не всегда легко сказать. Поэтому у вас есть выбор, что лучше для вас. В этом не отличаются проблемы. У него все процессы. Это направление к транслянию. Если вы говорите, мы согласились на все, что вы говорите. А потом вы научите себя. Вы можете видеть много проблем. Ваши работа с шостерами. А теперь мы выберем процессору. Вот теперь мы идем в мере премия. Движение назад. В последний раз стал очень популярным. Таким образом, мы переходим вraisу и мере рецидера. Такие элементы не могут появиться без дополнительной работы по обучению разгонных домов. Такие большие силы, которые всегда нужны, чтобы получить мощность. Прежде чем вы получаете силы, нужно получить элементы, чтобы создать мощность. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чем жестче спортсмены продавлены горош Twilight, тем лучше неуданнее. Так как вы можете поставить тракт на тракте, чтобы больше мощности сделать. Вариант подготовки спортсмена в смешанном варианте, когда он выполняет движение на крюпе заднего и по тренингу. Иногда можно использовать двух направлений. Вариант подготовки спортсмена в смешанном варианте. Вариант подготовки спортсмена. Двое, что мы видим на флоте, это очень популярно. Двое, что мы видим на флоте. У нас есть 2.5 в час. Можно использовать быстрый флот. Все зависит от ваших задач и компаний. Вариант подготовки спортсмена. В моем практике быстрый флот может быть опасным. Вы просто не хотите больше. Я не хочу больше. Но если вы медленно учите в хорошей направлении, то это очень хорошо. Это огромное удовольствие. Нормально для нас. Но это очень спокойно и очень легко. Элементом, который дает прочувствовать жесткие флотанки, является удовольствие. Это лучшая связь. Вариант подготовки спортсмена. Вариант подготовки спортсмена. Он помогает euch. Скажу с пять. Сейчас выглянулся. Есть. Да, яйцо. Класс. Это не может быть. Есть. Ну, яйцо. Когда вы делаете хорошие клипы, масса будет как-то полет, полет, полет. Это как у джимана. Смассад, сомассад, сомассад. Вместе с тем, в другом направлении. В нашей практике ребята работают с демповой. Они работают с демповой, с демповой, с демповой. и тренируемся. Так что обычно ломочек таргет должен быть нострейл,стрей,стрей,finish, и трепл,принешь,трепл,синь,сад , что можно делать, потому что это будет настолько мощным, Это первый степь будет большой, Для того, чтобы спортсмен более, как говорится, эффективно овладел элементами движения назад, он должен иметь пройти определенную подборную подборку. Это очень важно, чтобы спортсмен не поменялся, потому что в этой позиции он создает большую скилку. Вы можете поговорить об этом. Кто залетает на камень туда, это значит достаточно. То есть это нужно брать на вооружение, делать каждый день понемножку, сборную команду России, как появится на разъединительной зарядке. Вопрос в том, что в комментариях вы можете приобрести во двойной оборудовки, когда они будут выражены в одном из команды. Если вы обращаете видео, то есть вы получаете в комментариях, в комментариях, которые вы получаете в комментариях, что они представляем, в комментариях, вы получаете 충분ную скурку. Вы получаете такие комментарии? Это на ракторе? Да. 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 А вот и. Это упражнение уже идёт для изоляционных движений. При этом надо понимать, что когда ноги ставятся на ковёр, мы должны принимать здесь в прямом виде. То есть если выпадает живот или торчит таз, это не так. Таз должен быть зажатым. Это движение вверх. Некоторые спортсмены снимают ногу. То есть они вставят ногу, то такой толчок. Это не важно делать. Ну, какие-то люди это заходят. Они вставят ногу, например, у них вставят ногу. Это выглядит как разное место. Это эффекты. Вот эти руки, чтобы они... Это развал спины. И все эти танки заходят. Гуки обязаны работать здесь. Вот он помогает здесь. Тогда и там садателем. Кто хочет приобретение сайта, можно работать с ним. Кто-то замкнут 3-2, замкнут 3-2, замкнут 3-2, стоп-8-2. Противоход тоже не будет. Должно быть сначала движение на авто. Если лангий раз – и шелесток – и оппозитое течки в общем, степол-рикто, и шелесттер, и оппозитое течки, все должны быть на пикзаку. Обратите внимание, это слайпер ланг. А руки обязательно должны дойти до верхней точки, и потом обязательно вернуться, Потому что некоторые делают так, они поднимают руки и туловище догоняют. Это не дает потом свободы. Снизу тех, кто нужен, не просто в пластыр ходит, не просто в пластыр ходит, кто работает с шрагом. Здесь есть вспомогательное движение. Когда шагаешь, нога, которая останется, должна выполнять макро-портно. Она дает направление. Тем более, что шаг должен выполняться точно. Это нужно проследить макро-портно. Мол, не только в шагах, но и в шагах. Слышите крючком и в шагах. Если вы, если вы делаете шаг, не выжжите крючком, и выжжите крючком, чтобы выжжить шаг, и выжжите, что выжжите, что выжжите. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...